И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, мы находимся на тестовом сервере UIN новый. Сегодня мы посмотрим с вами на то, как изменился дроп ADN в локациях. Очень часто задавался мне этот вопрос, потому что многие считают, что дроп порежут, ADN станет меньше. Так давайте проверим это. Мы будем смотреть на тестовом сервере, какое количество ADN падает, и, соответственно, сравнивать с тем количеством, которое у нас падает сейчас на лаве, дабы понять, насколько сильно этот фарм либо просядет, либо апнется. Погнали, я думаю, да? Вроде предусловие все сказал, и не забывай ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Старая добрая Lineage 2. Сколько беззаботных дней мы в ней провели. Но сейчас мы выросли, и на игры совсем не хватает времени. Не проблема, ведь есть Lineage 2 Essence. Тебя ждет обновленная графика и интерфейс. Автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел. Большое количество новых умений для всех классов. Сразись за боссов с другими игроками по всему миру и покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Lineage 2 Essence. А начнем мы с вами именно с ящеров. Я думаю, это такая самая первая локация, после которой попадают у нас ребята после третьей профессии. Я не вижу смысла рассматривать локации, которые до 76 левела, потому что 7600 сейчас берется относительно быстро. Я думаю, все стремятся к локации повыше. Поэтому начнем именно с ящеров. Итак, я выбрал моба призывателя ящеров Тантар. Давайте его убьем. Получили 400 адены. Давайте найдем еще такого моба. Убиваем его. Получаем 401 адену. Ну, в общем, я думаю, смысл вы примерно понимаете. 389 адены, 394. Ну, в общем, от 390, я думаю, вплоть до 400 адены падает сейчас данного моба. Думаю, все остальные мобы так же. Прямо каждого протешивать не буду. А результаты, которые есть сейчас на лайве, вы видите прямо сейчас перед своими глазами. Ну, а я думаю, что мы можем отправляться дальше, тестить другие локации. А на очереди у нас ДВ, так как сейчас выходной день, то у нас здесь появляются драконы, да, которые нужны для квеста на Дитунса. Ну, давайте просто попробуем побить и посмотрим вообще на результат. 623 адены у нас падает с моба. 665 адены у нас падает с моба. 606 адены падает с моба. Результаты, опять же, слайба, вы видите на своих экранах. Да, можно сказать однозначно, дроп здесь в плане адены зарезан. Давайте попробуем дракона посильнее убить. Тут 654. Но, как вы видите по скрину, у нас минимальное значение вообще начинается от 892. И такого значения я вообще, в принципе, не наблюдаю. Даже чего-то близкого к 800, ну, просто не существует. Поэтому, да, ДВ у нас, ребятки, зарезали. И сразу давайте перескочим в ДВ-82. Раз уж я здесь, здесь драконы уже повыше. Ну, о них я информацию также нашел. Давайте попробуем поубивать. То, что есть на лайве, опять же, видите, на экране. 1100 адены, 1060 адены, 1060, но это просто адены не упало, да, 70%. Они у нас такие 1100, 1100. Ну, опять же, я думаю, вы понимаете, что данные, которые мы видим сейчас, они, ну, сильно отличаются от того, что есть сейчас на лайве. И, опять же, можно сказать, что и здесь порезали корейцы нам адену. Да, ребятки, я решил еще заглянуть, значит, в Круму. Здесь я, к сожалению, не могу перевести скрина, потому что я не нашел количество упадаемой адены на централе. Да, есть там моб какой-то 71-го левла, но это абсолютно не то. Я не знаю, что это там за мобы. А на всех остальных просто не указано количество упадаемой адены. Но давайте я нескольких мобчиков побью, для того, чтобы вы просто могли понимать, если, тем более, вы стоите сейчас, например, на лайве и качаетесь в этой локации, чтобы вы, ну, понимали, изменится здесь дроп адены, не изменится дроп адены. Ну, как видите, стабильно падает где-то 1100, 1300, 1200, в общем, что-то в таком духе. Как сейчас падает на лайве, к сожалению, я сказать не могу, поэтому решать только вам. Напишите в комментариях, мне будет интересно, вообще порезали ли у нас Круму или не порезали. Идем дальше. А у нас на очереди Ракшасы. Я выбрал моба снайпер Ракшасов. Опять же, количество слайвы вы видите на экранах. Погнали, посмотрим, что же у нас здесь с них интересного может упасть. Пока вообще адены не падает. Может, вообще здесь вырезали ее? Зачем она здесь? Это ж Ракшасы. В принципе, локация, в которой никто не стоит, поэтому, ну, толку от этого. Ну, бандитов убиваю, я думаю. Из бандитов уже можно сделать какой-то вывод, сколько адены падает, какое ее количество. Ну, давайте все равно все-таки добьемся мы того, чтобы со снайпера у нас упало. Вот 996 со снайпера падает раз. 998 со снайпера падает два. 1100 вот со снайпера это или нет, уже не знаю. Ну, давайте попробуем еще походить. 933, ну, что-то как-то, мне кажется, совсем прям печально. Это что-то прям Ракшасов нормально так пощупали, я смотрю. Прям потрогали. 992. То есть, с Ракшасов либо упала одна тысяча, либо упала меньше тысячи всегда. А то упала не со снайпера. Ну, давайте, в общем, я могу, наверное, еще и просто мобчиков немножко побить, для того, чтобы вы понимали, какое количество здесь падает, да? Вообще адены. Ну, 1200, 1200, 1300, но это с Берсерков падает, как я понимаю. Это такие здесь самые толстенькие, жирненькие мобы. Ну, и как-то мне не особо нравится, если честно, то, что я вижу. Но, да ладно, может быть, какие-то другие локации порадуют. Но пока по Ракшасам, я думаю, тоже явный срез адены. Мы с вами перемещаемся в ГЦ. Я не буду дотестить прям все-все ГЦ. Думаю, здесь смысла особо не будет. Мы просто посмотрим на начальных мобов и сделаем какие-то выводы. Как вы видите, сейчас смутировавший воитель у вас уже на экране с лайва. А теперь посмотрим, что у нас падает здесь. 1300 адены. Дальше проверяем. Так, этот у нас ничего не дает. 1500 или 1300, это вообще, может быть, было с Ракшасов. Так, а воители у нас закончились? Да нет, вон еще стоит. Надо будет его вот так вот как-нибудь аккуратненько выделить и застукать. 1400 адены. Ну, что-то как-то это очень грустно. А где адену-то фармить, господа? Есть какой-то ответ на этот вопрос? Еще один воитель. 1500. Но, я думаю, смысл понятен. Да, как вы видите, сайха у меня присутствует. То есть, если что, это не из-за отсутствия сайхи. Но, выше чем 1500, мы не увидели результата. Как вы понимаете, 1400-1400. Против бывших 2400. Ну, короче, ГЦ вместе с Ракшасами отправляется куда-то в небытие. Пришел я на орков. Локация не особо популярная. Ну, почему бы нет, раз уж мы пробуем все. Да, давайте попробуем по оркам немного побить, посмотреть, что здесь у нас выйдет. 989 адены. Так, дальше смотрим. 959 адены. 966 адены. Ну, я думаю, смысл вы уже понимаете. Да, и, естественно, можете сравнить с тем изображением, которое на экране. Опять, как бы, все порезано. Минус орки. Ну, не прям как минус локация. Просто количество адены здесь будет падать меньше. Глянем на ХС. Мопчик у нас хвостатый воитель. Давайте попробуем по нему побить и посмотреть, сколько же с него падает у нас здесь адены. 1466. Давайте попробуем еще одного побить, посмотреть, падает ли с него что-то интересное. 1466. Ну, ничего не меняется. Ну, и давайте просто вокруг побьем. Я думаю, те ребята, которые здесь стоят, они примерно понимают количество выпадаемой адены. Но я вам скажу так, что если сравнивать с количеством адены с хвостатого воителя, то с него, конечно, количество адены намного меньше падает. И, я думаю, со всех мобов плюс-минус здесь одинаковый дроп в 1400 адены. Это, я думаю, тоже срез и ХС. Ну, и, друзья, тои. Я думаю, то, что все локации остальные прошли. Давайте попробуем побить мобов здесь. Воскресший дух. Посмотрим, что у нас падает с него. Вообще, есть ли тут какой-то интересный дроп. 1100 адены падает. Падает 1200 адены. Так, там еще где-то или нет. Еще живой вроде. Ну, 1200 адены. В общем, наверное... Здесь такой дроп адены плохой или я такой везучий? Вроде нет. Вроде начала падать. Ну, короче, 1200 адены плюс-минус падает здесь с моба. Ну, против заявленных, да, там до 1300. Ну, не знаю, порезка нет. Вот 1300 даже есть. Я думаю, что тои у нас как раз-таки вообще никто не трогал. И, как вы видите, здесь мобы, ну, вот с тем бустом, да, который сейчас на мне отлетает. Ну, вполне себе неплохо на первом этаже. Да, с критульки от овера как бы моб падает. Это довольно-таки замечательно. В общем, я думаю, что тои осталось без изменения. И, наверное, пора подвести итоги. Я записал все локации, насколько я знаю, актуальные, да, на данный момент, где люди стоят, где люди качаются. И можно сделать из этого всего мероприятия вывод, что адену срезали. Причем не тронули межсерверную локацию. Ну, в сады я уже не ходил. Не думаю, что туда кто-то ходит ради фарма адены. В башню Эльмараден я также не ходил. Ну, а кельбима, языческого храма у нас не было давно, поэтому не с чем сравнить. Поэтому межсерверную локацию не тронули. А вот все локации на севере подрезали. Причем я взял именно доступные. Я не стал там, как вы видите, брать моргасы, фавнов, да, вот там, вот эти новые локации. Вообще не вижу это в этом смысла. Поэтому, да, адену опять срезали. Из обновления к обновлению адену у нас срезают. Ну, здесь как бы ничего хорошего я не вижу. Но, с другой стороны, если посмотреть на перспективу, возможно, может быть, у нас чуть-чуть коробки просядут в цене. Или хотя бы будут держаться той цены, которая сейчас есть на лайве. Потому что, если с таким фармом адены мы будем еще иметь коробки по 800-900 миллионов, то это будет, ну, не печально. Это будет прям прискорбно, я считаю. В общем, как-то так. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Пишите свои мысли в комментариях, что вы думаете по поводу дропа адены. Как вы вообще-то дальше будете с этим мириться. И будете ли вообще. Ну, я вроде показал все, что знал. Вроде все прям, все то, что помнил. Из головы ничего не потерялось. Поэтому не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Также помните, что в телеграме у меня проходят дополнительные розыгрыши на Эль Монета. Реферальная ссылка для новичков, вернувшихся игроков, а также для ваших окошек. Под обновление Ассасин уже прям под этим видео находится. Ну, а с вами был Душа Молодой. Желаю вам всего самого наилучшего. Доброго, светлого, темного, нефильтрованного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok